Где-то засушило, где-то залило, где-то более-менее нормально. В целом, тренды следующие. Северная Америка, в общем, США, Канада попали серьезно под засуху, поэтому планируется на самом деле недобор урожая по сравнению с прошлым годом. И особо видов на экспорт зерна они не строят на увеличение. Но, опять же, отсутствие сейчас, по крайней мере, осадков способствует ускорению уборки как раз-таки в европейской части нашего континента. Это Европа, в том числе Франция и Германия. Есть плюсы, есть минусы. На самом деле, осадки позволили им получить как бы большую воловку, но, к сожалению, снизилось качество именно самого зерна, в том числе твердой пшеницы. И Германия за счет наводнений, как вы знаете, которые там произошли, к сожалению, репортует о том, что все-таки будет незначительный, все-таки недобор урожая. Где-то на 150-200 тысяч тонн от предварительных прогнозов. Но, кто же в хедлайнерах по европейской части континента? Как ни странно, сейчас выходит на новый рынок, так сказать, зерна с хорошим качеством и с хорошей воловкой. И это как раз-таки Румыния. То есть, страна, которая может уже достичь порядка 12 миллионов тонн по воловке. И самое интересное, при урожайности уже более 7 тонн с гектара. И из которых практически порядка 70% всего зерна оценивается именно как мукомольное. Поэтому это страна, которая, наверное, является одним из лидеров по производству как раз-таки не только воловки в этом году, но именно и по качеству. Ну, наши ближайшие соседи теперь с Азии, Китай. Ну, на самом деле, Китай продолжает активно развиваться никому. Соседи теперь с Азии, Китай. Ну, на самом деле, Китай продолжает активно развиваться никому. Естественно, это не является секретом. Очень серьезный Китай в последнее время наращивает как раз-таки животноводство. Вы это тоже прекрасно знаете. И поэтому как раз-таки фуражная пшеница будет одним из вот таких трендов по потреблению Китая в этом году. Может быть, и так же в следующем. Почему? Во-первых, привлекательность цены по сравнению с кукурузой у пшеницы как раз-таки будет гораздо больше и лучше. Поэтому поголовье свиней в Китае увеличивается. Даже несмотря на вспышки, которые в Африканской чуме у них были, тренд идет вверх. Поэтому потребление как раз-таки не только кукурузы, но и пшеницы в Китае будет в этом году расти. Ну, вернемся, наверное, в наши поля, в Россию. Какой же маловый сбор у нас на сегодняшний момент? Итак, у нас сейчас зерновые и зернобобовые культуры омолочены где-то на уровне 11 миллионов гектар. Это по состоянию где-то на 22-23 июля. На молот у нас приблизился порядка 40 миллионов тонн. И средняя урожайность на данный момент по зерновым и зернобобовым составляет порядка где-то 34-30 гектара. Что подтверждает как раз-таки наши коллеги, наши зрители, которые писали свою урожайность. Как раз-таки она находится плюс-минус где-то вот именно в этом диапазоне. Что касается на самом деле негативных ситуаций, мы куда же и без них. К сожалению, засуха. Засуха в 14 регионах России. И как раз-таки эта засуха влияет на качество зерна. То есть зерно в этом году, скорее всего, что будет не совсем выполненным. Отчасти щуплым. И поэтому масса тысяч, конечно, будет уже не такой серьезной, как была, допустим, в прошлом году. Когда урожай, по крайней мере, в центральной зоне России положил на самом деле на серьезном таком уровне. Ну и что касается как раз-таки качества. В России с этого года Российхозцентр запускает как раз-таки пилотный проект. Пока он пилотный. По мониторингу, по мобильному такому независимому мониторингу качества зерна. В качестве пилотов выбраны следующие регионы. Это Воронежская область, Краснодарская область, Краснодарская область, Башкирия, Краснодарские и Ставропольские края. Вот. Как это будет выглядеть потом уже в будущем, на самом деле, время покажет. Но все больше и больше Росрегулирующие органы задумываются как раз-таки именно о мониторинге качества. Это выходит уже на самом деле тренд в течение пяти лет, когда больше требуется на самом деле качество зерна. Либо по поликовине, на самом деле, либо по массе тысячи. Ну вот, в общем, такие новости как бы с полей. Если у вас есть свои новости, пожалуйста, пишите их в чате. Мы тоже будем смотреть, анализировать, будем благодарны. Если вы поделитесь своими новостями со своих регионов, что происходит у вас, какие виды на урожай, какая оваловка, какое качество. Это очень волнует, потому что нас смотрит вся Россия. И всем же интересно, что происходит у соседа. У меня-то понятно, а что там. Ну, что касается теперь прогнозов, друзья, смотрите. Что касается температуры. Как я, в принципе, и сказал. К сожалению, последний месяц-полтора центральная часть России в основном испытывала серьезную засыпу. Не только центральная членоземная часть России, но и отчасти, конечно же, и по Волге. Поэтому там сейчас в республиках, например, введен режим ЧАЭС. Поэтому, как вы видите, погода за последние два месяца, вот на этой нашей части страны, как раз-таки, она была где-то практически на 3 градуса выше от средней климатической. Поэтому, на самом деле, очень серьезные последствия после погодных таких условий сказались на производстве как раз-таки качества зерна пшеницы. Сейчас под угрозой, по крайней мере, и по Волжье, и в центральных черноземных регионах, это подсолнечник и кукуруза. Очень надеемся на осадки. Но пока ситуация вот следующая по осадкам. Смотрите, все, что в зеленой зоне, это перелимит осадков за последние два месяца от 120 практически до 300. Если посмотрим, это все-таки Краснодар, часть Ростова, где осадки лили на самом деле последние два месяца очень-очень сильно. Но, к сожалению, не компенсировались они в центральной черноземной зоне, это северо-западный, федеральный опрах, ну и частично, конечно же, и по Волжье. Также испытывал лимит по осадкам это Урал, и поэтому там также где-то на 60-40 миллиметров за последние два месяца осадков было гораздо меньше. Вот, поэтому, резюмируя, с чем мы столкнулись? Вроде бы пшеница перезимовала, не везде хорошо. Очень критическая перезимовка состоялась в центральной черноземной зоне, это Воронежская область, это Липецкая область. Также коснулась это и Саратова-Волгограда в Поволжском регионе. Почему? На самом деле зимние погодные условия, корка, местами выпривания сделали свое дело. Но те посевы, которые вышли с перезимовки, которые получили достойное минеральное питание, это на самом деле очень серьезный фактор, о котором мы с вами тоже поговорим, уже позволяет получать урожайность порядка около 40 центнеров с гектара. Ну, что касается прогнозов, друзья, смотрите, если посмотреть на следующие две недели, что будет происходить по осадкам, ну, центральная часть России более-менее находится в комфортной зоне, то есть осадки будут. Это спасет, конечно же, надеюсь, что очень спасет как раз-таки посев кукурузы и подсолнечника. На уборку зерновых, естественно, это может повлиять отрицательно, то есть, скорее всего, развитие таких грибов, как альтернария, например, во время уборки, возможно. Но ситуация на самом деле не считается какой-либо такой критической. Надеюсь, что все в момент уборки как раз здесь у нас с вами будет хорошо. Единственное, что опять под угрозу у нас попадает с вами Сибирь, попадает с вами Урал, но это прогноз как раз-таки на две недели. Также можете поделиться, какая температура сейчас у вас, есть ли осадки, как себя чувствует кукуруза, как себя чувствует подсолнечник. Поэтому, пожалуйста, да, не забывайте использовать наш чат. Ну, теперь перейдем, наверное, пожалуй, как раз-таки к аналитике по ходу полевых работ. Вот. Если посмотреть вообще на основных производителей зерна в мире, то можно увидеть следующее, что сейчас вот как раз-таки мы переходим вот в такую вот желтую зону, что она означает. Это как раз-таки переходим к зоне уборки. То есть, зелененькая это вегетация, и если посмотреть на основных производителей, это Канада, это Европа ЕС, Россия, Украина, США, Аргентина и Австралия. Практически у всех сейчас фаза уборки, за исключением Австралии, где сейчас уже идет новый сезон, новая пассивная. То есть, практически все страны-производители вышли на момент уборки. Что это нам дает, и что мы из этого можем увидеть? Ну, конечно же, цены. И какие факторы у нас сейчас влияют? Ну, во-первых, из плюсов. Давайте начнем, наверное, с положительного. Из поддерживающих, так сказать, факторов. Во-первых, это относительно дорогая кукуруза на сегодняшний момент в сравнении с пшеницей. Это как раз-таки смещает вот этот импортный спрос кукурузы на пшеницу. И, как я сказал, Китай, один из практически таких основных потребителей пшеницы, будет только наращивать эти обороны. Как я и говорил, также погодные риски в Канаде, США, то есть, реальная засуха, температуры за 40, ничего хорошего от этого не жди. Тоже зерно не будет выполненным, большей частью. Поэтому ситуация будет влиять положительно как раз-таки на повышение цены зерна. Ну, из минусов, что уборка, как я сказал, началась уже везде. То есть, это и Северная Америка, и Латинская Америка. Поэтому предложений на рынке будет с каждым днем становиться все большее, что может способствовать как раз-таки снижению цены. Ну, это тоже как бы понятно. В России, в принципе, у нас сохранились еще запасы. Запасы, наверное, серьезные, учитывая то, что вот пошлина сыграла свое дело. Поэтому это тоже может сказаться на негативном таком процессе. Ну, и конкуренция. На самом деле, порты, которые у нас сосредоточены на Черном море, это Украина, Россия. Естественно, урожай у нас будет в любом случае по оболоке, надеюсь, что неплохой. Но у нас практически задержались, сдвинулись сроки, как вы знаете, по вегетации. Сейчас одновременно у всех освобождается после уборки объемы по пшенице. Поэтому из плюсов то, что не очень хорошая ситуация в США и Канаде, но запасы зерна у нас с вами еще в мире остаются. Поэтому продолжений, на самом деле, возможно, будет очень много. Что касается теперь цен. Ну, по аналитическому агентству, которое вы сейчас видите, что мы видим? То, что цена на нового урожая, естественно, начинала снижаться по мере того, как начиналась у нас уборка. По всем практически регионам страны, если посмотреть, то начиналась у нас где-то с 15-600 за третий класс. Сейчас это где-то к середине июля начало проседание, потому что началась массовая уборка. Тем более, стартовал, естественно, южный регион. И цена, естественно, опустилась. Но учитывая то, что сейчас в любом случае есть потребность в зерне нового урожая, цена потихоньку стабилизируется, по крайней мере, если вывести среднюю меридиану, и потихоньку начинает идти вверх. Как я сказал, увеличенное потребление Китая не так сказывается, например, на цены, то есть не так идет падение как раз-таки в Сибири. И оно не такое критическое, как, например, посмотреть на регион Центр и если посмотреть на Поволжье. Поэтому там, в тех регионах, цена как бы более-менее стабилизирована. Если посмотреть на четвертый класс, ну, в принципе, такой же тренд. Естественно, цена чуть-чуть поменьше, но, в принципе, это как бы показывает один общий тренд, что сначала, да, естественно, мы начинали со старого урожая, который был на высоком уровне к моменту уборки. Это проседает, но это как бы стандартное такое явление, поэтому опасаться здесь как бы нечего. Но если обратить внимание, цена на самом деле не 6 рублей и не 8 рублей, по крайней мере, она находится на планке прошлого года и какого-либо критического падения по пшенице не предусмотрено. Если посмотреть на фуражную часть и пшеницы, и ячменя, то, в принципе, разница, конечно же, есть. Разница есть по регионам, учитывая то, что близость порта, опять же, влияет положительно по южному региону. Но, в принципе, цена что пшеница куражная, что практически ячменя, но особо критически она не отличается. Поэтому в цене у нас сейчас опять в большинстве это четвертый класс, скорее всего, пятый, потому что все-таки это более востребованные классы, которые есть у нас сейчас на рынке. Но в любом случае третий класс также будет востребован, потому что, естественно, нужно как бы разбавлять не особо качественный материал, чтобы повышать как раз-таки классность. Поэтому что хочется сказать по аналитике как раз-таки цен. Ну, цена, вы видите, у нас практически стабильный год от года. Да, есть какая-то вот вилка качели, но они есть у нас год от года всегда. Это там те же самые 2-4 максимум рубля в периоде от начала уборки до, допустим, до того же самого сентября-октября. Поэтому цена есть, будем смотреть на качество. Потому что по качеству, да, в этом году, скорее всего, будут на самом деле очень серьезные проблемы, в том числе, как я говорил, по массе тысячи. Спасибо.